Ростовский музыкальный Театр в пятерке лучших по оценке Союза театральных деятелей России. Его спектакли ждут в Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах. А ведь театру всего 20. Сегодня очередные сборы. Итоговая встреча творческого коллектива Ростовского музыкального театра с его художественным руководителем Вячеславом Кущевым. Впереди гастроли в Большой театр. Историческая сцена очень коварная. Она проваливала многих великих мастеров сцены. Но к Ростовскому музыкальному театру она отнеслась более чем доброжелательно. Очень хочется, чтобы эти слова были пророческими. Что вы чувствуете, когда вы везете свой спектакль, своих актеров на сцену Большого театра? Я сейчас могу быть довольно пафосным, но это абсолютно правда, что я сейчас скажу. Я всегда считал, и меня так научили в институте, что все равно самым главным человеком во время того, как идет спектакль, является актер, артист, который находится на сцене. И в идеале режиссер должен, естественно, потеряться в том, что происходит на сцене. Ну, конечно, если это не суперконцептуальный спектакль. И мне очень приятно, что мы наших солистов, которые, я уверен, этого очень достойны, показываем, везем на основную сцену Большого театра. Самая интересная работа проходит в классе, так называемый класс, где мы проводим разбор произведения. Я всегда, когда прихожу на первую репетицию по какой-то сцене или по опере, обязательно мы с актерами проводим такую беседу, в которой и я расспрашиваю у них, о чем они думают здесь написано. Потом говорю им то, что я смог расшифровать в этих нотах. То есть первостепенным в моей профессии является все-таки анализ музыкальной партитуры. И этот анализ... Почему спектакли разные довольно? Потому что этот анализ, он не математичен. То есть нет абсолютно, ну, скажем, точного определения, что должно происходить. Но он, этот анализ, абсолютно должен быть логичен. И эта логика... Моя работа заключается в том, чтобы эту логику донести до актеров, которые уже потом дополняют ее своими актерскими работами. Заряжаемся на поклонах между Бисом. Хорошо? Перед Бисом. Поклоны пока у них. Вы заряжайте за вот эту красоту. Сколько у вас премьер на счету в этом сезоне? Вы знаете, у меня в этом сезоне это, конечно же, Хованщина является для меня главной премьерой. Ну и все-таки оперная это главная премьера в этом сезоне у нас. И, естественно, все большие концерты и какие-то большие программы, которые театр представлял в этом сезоне, я принимал участие в их создании. Наверное, я сильно погрузился в такую русскую историю российскую и в русскую музыку. Почему я так говорю? Потому что вот в концерте на Бис, который мы сегодня сдавали художественному совету, и художественный совет его принял, мы в первом отделении покажем, на самом деле, немало номеров русской классики, которая у нас на сцене шла только именно в номерах, то есть полных опер не было. Одна из таких сцен, это большая сцена из оперы Мазепа, сцена Мазепы и Марии. То есть такой, ну, скажем, историзм, который облечен в форму каких-то очень интимных переживаний, и мне эта тема очень интересна. В театр ростовский я пришел сразу же практически после окончания института, ну, спустя полгода. Это был январь 2012 года, ну и, соответственно, семь с половиной уже лет я здесь. Здесь я считаю, что мне очень повезло, что я попал именно в этот театр. Я сюда на самом деле, правда, очень хотел попасть и приложил для этого некие усилия. То есть все-таки здесь не только, ну, везение, естественно, само собой, но все-таки я хотел попасть именно сюда. В этом театре мир искусства любят по-настоящему. Атмосферу ростовского музыкального не променяют ни на один столичный театр. Лауреат и дипломант международных конкурсов, солистка Наталья Дмитриевская на сцене родного театра выступает уже более 15 лет. Было много приглашений, я везде ездила, я объездила и пол-Европы, и много в России, и в Большом театре, и в Питере, и в Москве, и на Кавказе, и, ну, в общем, по всей стране. Ну, я же говорю, мне есть с чем сравнивать. Поэтому и наш театр я люблю больше. Еще один солист, для которого ростовский музыкальный театр стал вторым домом, Виталий Козин. Он в профессии более 20 лет. Начинал как лирико-драматический баритон, потом перешел в тенор, и сейчас вот тружусь в теноровом диапазоне. До этого в Донецком театре уперебалет. И с известными событиями в связи вот переехал в Ростов и тружусь здесь. Принести не что-нибудь о балет на историческую сцену Большого театра в течение целого года, ждать, какая она будет, эта премьера балета, билеты в Большом театре проданы, а премьера еще не было. Как это называется? Поэтому, ну, это соответствует стилу нашей работы, потому что мы всегда немножко брали все эти 20 лет и ставили их с собой задачи более высокие, нежели те, которые оказались намной силой. Самым главным как раз итогом вот этих вот 20 лет, даже не одного года, а 20, как бы это не высоко звучало, не высокопарно, это будут те самые гастроли в Большом театре. Субтитры создавал DimaTorzok Юбилейный сезон театра для ростовских зрителей завершился 14 июня. И снова гастроли и репетиции, чтобы обязательно вернуться в сентябре с новыми масштабными проектами и премьерами специально для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова